Промежуточные итоги программы трансформации IT обсудили руководители госкорпорации структурных подразделений на специальном семинаре. Стоимость программы 22 миллиарда рублей, но после ее завершения экономия за счет эффективного использования IT-технологий может составить до 16 миллиардов рублей в год. Надо понимать, что помимо чистого экономического эффекта мы меньше тратим время на обработку операции, мы больше тратим время на принятие управленческих решений, причем быстрее. А это эффект такого управленческого масштаба. Ростовская и Балаковская АЭС признаны лучшими атомными станциями России. Специальная комиссия проверила все аспекты жизни станций, начиная с безопасности и эффективности, и заканчивая социальными вопросами. Этот конкурс проводится концерном «Росэнергоатом» с 1993 года. В этом году по сумме баллов лучшими признаны сразу две станции. У нас в этом году две лучшие станции – Ростовская и Балаковская. Знаем, что даже на Олимпиадах иногда вручают подвеселки и медали. Вот в этом году у нас в концерне, видимо, это как раз такой случай. В администрации Зеленогорска прошли публичные слушания по сооружению на электрохимическом заводе установки для получения закиси-окиси урана. Как сообщил на слушаниях заместитель главного инженера ЭФЗ, установленные нормативы выбросов в установке будут в разы меньше теоретически разрешенных для электрохимического завода. Сам процесс из всех видов отходов будет сопровождаться только газоразольными выбросами. Жидкие и твердые виды образовываться не будут. Образующие отходы абсолютно индивидуальны по составу тем, которые образуются в цехе на данный момент. На Смоленской атомной станции завершилась миссия технической поддержки Всемирной ассоциации организации эксплуатирующих АЭС. Цель миссии – обмен опытом в области использования системы показателей эффективности атомных станций. В течение недели эксперты делились опытом работы по методикам расчета показателей, правильному вводу данных. В программу Атлантского центра обсуждали ключевые показатели и актуальные вопросы взаимодействия Смоленской АЭС с Центральным аппаратом концерна НИИАЭС и ВАОАЭС. Горно-химический комбинат представил экологическому сообществу Красноярска данные отчета по экологической безопасности за 2011 год. Отчеты по экологической безопасности ГХК ежегодно публикует на корпоративном сайте, но в формате открытой дискуссии цифры и факты деятельности ведущиеся на предприятии специалисты комбината и представители экологического сообщества края обсуждают лишь второй год. Теперь все отчеты будут предоставляться широкой общественности и это войдет в систему. Это хорошо, когда такое взаимодействие. Продолжение следует...